Подходы. Скажу, как пока он обозначен. Это принял в суд решение изъять у вас земельный участок, как не используя земель по целевому назначению. Значит, и по решению суда вы должны поставить на тендеры продавательства. Стоит вопрос, кто это будет делать? Ну, понятно, тот, кто подавал в суд. То есть, в данном случае, муниципалитет или регион, который подавал в суд о изъятии этого земельного участка. А это вопрос о начальной цены. Мы считали и считаем, что цена должна бы быть на уровне кадастровой стоимости, с которой мы сегодня, нормальные люди, сидящие в зале, 20 тонн. Сразу скажу москвичам, что я не хочу с вами даже спорить, согласен с вами, что тема кадастровой стоимости – это отдельный разговор, очень большой. Значит, сегодня он передан муниципалитетам и регионам. Да, у нас между регионами, если вы сравните, расположены в равных условиях совершенно разные кадастровые стоимости, да и внутри региона, по районам тоже можно это наблюдать. Я еще раз повторяю, это тема другого разговора. Если мы сейчас на нее упремся, мы никуда не извинемся, и этих вопросов, которые вас волнуют, прежде всего, не решим. Настаивают ряд регионов, чтобы было право выбора, по какой цене ставят на аукцион. Может быть, по рыночной и кадастровой. Ну, указать, что, допустим, рыночная цена не может быть, скажем, ниже кадастровой цены, или столько-то процентов, может быть, ниже кадастровой цены. Значит, обсудим этот вопрос. Пока, так, точки зрения разделились, но, видимо, все-таки надо учесть предложение регионов, дать такое право им в отдельных случаях использовать и рыночную цену. Ну, сразу хочу сказать, кто на этом настаивает, если вы получите такой земельный участок, тот, кто настаивает, тот должен платить деньги за оценку. Могу сказать, что оценить, скажем, участок в тысячу гектар, вы дадите этим организациям, которые имеют право, я думаю, что стоимость участка поднимется процентом на 60, только из-за того, что они проведут такую оценку. Поэтому я думаю, что у вас поведет нормальный разум на местах и все-таки кадастровая стоимость, которая, еще раз повторяю, по которой мы все платим налоги, она будет основой. Второй вопрос, который встанет, если мы проведем на общем основании эти тендеры, эти аукционы, то мы можем опять не решить вопросов, которые беспокоят тех, кто сегодня уже встал на ноги, но имеет недостаточное количество земли, и надо дать какое-то преимущество тем сельхозтоваропроизводителям, в том числе и фермерским хозяйствам. У нас очень много фермерских хозяйств, которые имеют недостаточные размеры земли, и сегодня готовы работать на более крупных участках. Прежде всего, тех, которые расположены в том же муниципалитете, где эти земли будут включаться в оборот, который сегодня не используется. Значит, этот вопрос будем стараться учитывать обязательно. Дальше, возникает последний вопрос, что если нет покупателя на эту землю, которую мы изъяли и включили ее в стендер, предлагается такое решение, что в муниципалитете, в муниципалитете, бесспорно, это может в такой случае быть, значит, что решает окончательно, тогда, это самое, решает тогда окончательно вопрос регион, и тут мы стоим на позиции, чтобы в данном случае тогда регион, этот земельный участок выкупил и включил в землепользование регионов, которые имеют собственности земли в достаточных размерах. Это грубое значение всего того подхода, который нужно все это дело с универсальными действующими законами и дать на рассмотрение тогда и правительство, и президент. Я бы позволил себе пройти до конца по тем вопросам, которые вас волнуют, это с ним работаем. А потом отвечу на вопросы. Минутку, минутку. Покороче, пожалуйста, много людей других вопросов хотят задать. Это же не только один вопрос земли, многие другие хотят вопросы задать. Я вот и хочу по другим, чтобы сразу задали. Второй вопрос, который нас беспокоит, и мы по которому... Кого у нас? Это о банкротстве фермерских хозяйств. Мы считаем, что то, что сегодня развернулось, когда банкротим граждан, видим, как выбивают голди, значит, вот, в общем-то, грозит и нам, в том числе многим, фермерским хозяйством, особенно небольшим хозяйством. Поэтому мы... Сегодняшний порядок даже не определяет, какой толк может иметь фермер для того, чтобы на него открыть дело банкротства. Значит, мы внесли один законопроект, где пытались установить задолженность в размере определенного процента от реализации продукта. Нам сказали, что это очень сложно, это нас тут трудно понять. Мы сейчас переделали это дело и повысили в связи с инфляцией размер задолженности по сельхозорганизациям. Было и действует 500 тысяч. Мы просим 3,5 миллиона, а по фермерским хозяйствам просим, значит, размер до полутора миллионов рублей. Значит, вот я бы хотел, чтобы вы в решении, по крайней мере, записали о том, что надо внести поправки в закон о банкротстве в отношении того, чтобы определить порядок как доступ к сельхозоргическим хозяйствам, особенно семейного типа и так далее, да и малыми предприятиями. Это вопрос, который, на мой взгляд, буквально на слух. Дальше. Мы работаем на... Что вы говорите? Сейчас, мы... Девяносислав, ну пусть фермеры выскажутся. Значит, мы готовы. Девяносислав, ну фермеры пусть выскажутся. Ну что, если у вас вопрос по банкротству, давайте ответим, а то так у нас выходим, как там с монологом. Нет, не правильно. Ну, пожалуйста. Я хотел спросить вас, чтобы после этого... Ну, хорошо. Давайте обсуждайте так. Как... Как... Знаете, сейчас будет вопрос, и вы просто ответите на эти вопросы, потому что неудобно. Люди стоят... Пожалуйста, о земле тогда. Что хотите, тем какие предложения поднимут. Значит, уважаемые коллеги, сейчас, минутку, 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 минутку. Уважаемые коллеги, ну уважайте всех, стоящие микрофоном люди. Уважаемые, подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Ну, встаньте микрофоном, подождите. Там, то есть, другие люди стоят. Поэтому дайте второй микрофон, давайте работаем. Уважаемые коллеги, садитесь, пожалуйста, включайте. Мы давайте посоветуемся. Мы им нести корректировку с учетом того, что сейчас у них сейчас будет, и надо министру на правительство поехать. Подождите, вам слова никто не отдавал. Коллеги, подождите. Ломайте их. Подождите, пожалуйста. Ну зачем отбираете всех? Давайте по порядку. Уважайте всех. Коллеги, мы так базар, что превратили. Мы что, для этого собрались здесь? Давайте по порядку. Министр корректировку внес, мы давайте встанем на рейс, который планируем. Сейчас посоветуемся. Или мы сейчас будем по раздельным идти? Банк, лизинг, условия кредитования, по порядку пойдем, доставлять слова. Или сейчас делаем так. Те, кто уважение проверяем, те, кто стоит на микрофонах. Если вас сейчас устраивает вопросы, когда вы поразили специалистов сдавать, то вы присядете, зададите. Если у вас срочные вопросы, на задание общих, которые хотят задать первому заместитель министра, то вы, пожалуйста, задайте. А потом пойдем по порядку. Очень больше не занимаем. Договорились? Задаем вопросы, где стоит, и выстроим систему, как договорились. Коллеги, я хотел бы очень вас попросить. Почитайте, пожалуйста, программу. Здесь записано, кто у нас выступает. Торопов, Чикмарев, Ирина Владимировна Жачкина, Россельхозбанк, Федеральная корпорация про развитие малого среднего бизнеса, Росагролизм, начальник управления контроля БАС России. Вот здесь все написаны. И в порядке их выступления можно будет задать вопросы по теме. Чтобы мы не повторялись с вами. Сейчас вы зададите, мы по-другому расскажем. Потом опять будет выступать Департамент Желководства. Мы опять с вами вернемся к чему-кому же, понимаете? Поэтому, если вы хотите прислушаться к вашему руководителю, давайте, займите. И следует вашей же программе. Договорились это? Значит, не, не, стоп, стоп, стоп. Ставите, пожалуйста. Ну не вставайте. Пожалуйста, задайте вопросы. Здравствуйте, делеганты съезда. Я председатель союза фермеров с Крыма, с республики Крым. Евгений Васильевич и Владимир Николаевич. Вопрос. У нас получилось несколько вопросов в Крыму, которые необходимо решить сегодня и поднять эти вопросы на нашем съезде. Всем известно, что в Крыму появилась африканская чума. Для того, чтобы этого не было бардака, сразу идет предложение от наших делегатов с Крыма. Может быть, построить хороший мясокомбинат и хорошую бойню, чтобы не было этого бардака в Крыму. Потому что мы понимаем, что есть воспроизводители, которые действительно выращивают, и они сейчас идут в обык. Потому что есть запрет на реализацию хорошей здоровой свинины. Это серьезная проблема, понятно, правильно. Мы дадим вопрос специалистам ответить? Да, конечно, мы дадим вопрос ответить. Да, это заметно. Второй вопрос. То, что у нас сейчас есть начинающие фермеры, и они участвуют в программах от Сельхозминистерства, но у них нет земли, не хватает земли. И получается так, что когда они идут на аукцион, появляются такие серые схемы, когда кто-то выкупает, и, естественно, начинающий фермер остается без земли. Смысл ему давать деньги, если у него нет земли. Это второе. И третий важный вопрос. То, что у нас появляется. Фермеры Крыма, причем сильные фермеры Крыма, не успевают перерегистрировать договора, так как у нас идет переходный момент. И что происходит? Заходят другие бизнесы, серьезный бизнес, которые начинают делать качели и давать, первое, больше денег за пай, для того, чтобы вывлить фермера. Это одно. И второе, у нас уже объявлено продажа земли, и, естественно, фермеры не могут купить, потому что не существует земельного банка. Для того, чтобы взять кредит и поучаствовать в этой покупке. Понимаем, что фермеры могут купить, но и в то же время не могут купить землю. И этот надо вопрос решить. Хорошо. Но если вы поплыли на съезде, некоторые вопросы даже в резолюции съезда записаны, то официально прошло соответствующие регистрируют. А что касается АЧС, есть предложения по начинающим фермерам. Будут выступать, мы будем просить и Дмитрия Ивановича, чтобы ответить на вопрос, а по АЧС отдельно руководитель департамента будет в межсфудбе, чтобы ответить вам, как ответственный человек, за эту серьезную проблему. Говорились? Да. И еще, может, маленькое предложение. Может быть, в Крыму запретить продажу земли хотя бы лет на пять? Ну, вы можете остановить такие выступления, если государственная уже власть принимает решение, политическое решение, серьезное решение, они будут рассматривать. Это мы неуполномоченные такие вещи, чтобы принимать решение. Есть. Хорошо, пожалуйста. У нас такой вопрос. У нас в республике принят закон о пчеловодстве, а вот 22 апреля был в Госдуме другой стол, был принят проект федерального закона о пчеловодстве. Непосредственный вопрос Евгению Васильевичу. Хотелось бы уточнить, будет ли принят закон федеральное о пчеловодстве? Если нет, то по каким причинам? Спасибо. Давайте, пожалуйста, отвечу. Значит, меня тут сватывают уже давно три различные ассоциации пчеловодов. Я, наверное, больше на трудня буду похожим, чем на пчеломатку, да, потому что давайте как-то выработаем единую позицию. Сейчас более-менее позиция трех союзов пчеловодов сводится к одной. Сам принимаю участие в разработке закон о пчеловодстве. Мы готовы поддержать. У нас сегодня, наконец-то, есть понимание, как стороны между собой должны договориться. Вопрос насматривается на острие. Мы, я не знаю, здесь аппарат Совета Федерации, это аппарат государственный. Мы договорились сегодня по пчелам после обеда обсудить именно дети с ветеринарами, вернее, с животноводами. Хорошо? Будем. Мы ответим к выступлению после обеда. Спасибо вам. Спасибо. Значит, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Башкортостан, Аургазинский район, Павло Севяночка. Что бы хотел сказать? Мы покупаем машину в Лезинг. У нее есть четыре колеса. Мы ездим и работаем. Почему в сельском хозяйстве для малого и среднего бизнеса нет продуктов агрофраншизы? То есть я вот здесь вот написал обращение, я его всем раздавал, я, ну, не буду долго говорить. Ведь на самом деле, то есть уже 21 век, молодежь на селе не остается. Она хочет сейчас жить, она хочет заниматься так же, да, но у нас, к сожалению, вот этого продукта нет. То есть в моем проекте это козья ферма, одна семья, вторая семья это переработка, и третья семья это теплица, и вся они взаимозаменяема. То есть я считаю, что у нас в России очень много успешных проектов, да, у малых средних фермеров. Им просто нужно поднять на поверхность до конца, то есть обкатать и передавать другим. То есть для этого нужно долгосрочное кредитование. То есть есть сегодня, вот сегодня говорили уже, да, о кооперации. То есть там в том, как... Вы вопрос задайте, ну не в сети мне поднимать, вопрос конкретно задайте. Сейчас, вот, и смотрите, то есть там нужно 10 членов. Кто придумал то, что там нужно, должно быть 10 членов кооператива, чтобы получить кран? Если кто-то хочет попробовать у нас это сделать, в республике Башкортостан, кто это придумал, пожалуйста, приезжайте, давайте вместе будем делать. То есть вот эти вот рамки, они немножко тяжелые. И еще один момент скажу, вот у нас в зале сегодня есть представитель Сахалина, которого приглашали в Японию. То есть он увидел там тоже новые технологии. Мы их должны внедрять у себя, да, то есть их транслировать. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать, обращение я вам тоже передам. То есть если есть возможность, поддержите. Спасибо. Передайте обращение, мы посмотрим. Пожалуйста. Добрый день. Тру Ивановская область. Хотел бы присоединиться, потому что, уже сказал, мой вологодский коллега относительно несправедливый тарифист на электроэнергию для всех по-сотоваропроизводителей. Но вместе с тем обратить внимание еще на эту очень важную проблему. Для того, чтобы получать электроэнергию, надо еще подключиться к сетям. Так вот, в Тверской области основная проблема как раз состоит в этом. То есть вот, получив грант в 1,7 миллиона рублей для подключения электроэнергии на ферму, необходимо заплатить 11 миллионов рублей. И считаю, что это, кстати, как-то несправедливо. И государство именно в этом может оказать помощь фермерам, как бы предоставив им львотные условия на подключение к сетям. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что все поддержим вас. Мы вас все поддержим. И ваше предложение на четко сформулировать, мы напишем резолюцию съезда. Потому что суть, это сущее безобразие. За подключение к сетям... 200 кловат, 200 кловат 11 миллионов. Миллионы надо оплатить к сетям. Как это? В стране живем. Мы вас поддержим и резолюцию съезда это запишем. Спасибо. Уважаемые коллеги, стоп, 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 стоп. Мы вопросов вам не зададим больше. Тот, кто стоял в очереди, больше не занимает очередь. Пожалуйста, два человека, три человека, присядьте. Будьте любезны. Вы заведете один, и здесь два человека, и все. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Хадим. Хадим. Представцы Астасии Крестянского Республики Дагестан. Мы живем в горах на Дулинном море, где-то в 2000 метров. И у нас в горах в 2014 году был сильный замороз. Полностью погиб урожай. Ни одна страховая организация не заключает договора. Нам новолетние насаждения. Получает огромные убитки. И не государство, не компенсирует. И ни страховой организации. Потом эти люди бросают в свои родные земли и уезжают. И еще второй вопрос. Кроме того, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Он как-то в году, в конце осени получает урожай. На животноморце тоже как-то осени получает урожай. Беду от стихии, от всего сладают. И получает убитки. Если человек имеет 304 головы от матки, он получает от государства 30-40 тысяч рублей. А когда он стал индивидуальным предпринимателем, на него государство, пенсионный фонд, взыскивает этот счет на 4, а тогда было 36 тысяч. Он бросает все это здание и закрывает. Сейчас судятся многие фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, чтобы в этот пенсионный фонд заплатить эти деньги. Из-за этого хотел бы, чтобы индивидуальные предприниматели и фермеры предприниматели отделились как-то друг от друга. Фермеры предприниматели получают ежемесячные охоты, ежедневные охоты, а фермеры предприниматели получают. Понятен вопрос, и двое специалисты на него ответят. Ответьте обязательно, видите Ваш комитет, ответите на Ваш вопрос, тогда будет выступать. Потому что сейчас два вопроса зададут отсюда, и Ваш Торопов выступит и ответит на вопрос, который послучали, и новый вопрос, который будет, постарайтесь ответить. Еще в этом году зимой волки напали на одну руку, ночью. Целые 350 голов от Симаса загрязли на месте. Собаку тоже там на месте убили. И животных тоже не страхуют этих страховщиков. Они говорят, мы получаем одни убитки, если мы будем страховать Ваших насаждений или животных. Но серьезная тема страхования, действительно, Вы правы, и это тоже предмет особого разговора и свидетельствия. Пожалуйста, два человека, и потом отсюда вопросов уже больше не будет. Мы по порядку пойдем, как обозначили память. Не, не вставайте, пожалуйста. Представьте, что идет, пожалуйста. Глава системы, судебный, 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 судебный. Это... Какой регион? Село Барабах, Перуцкого, Минус. Понятно. Вопросы... Микрофона ближе. Вопросов много, конечно. Да, да, да. Но задам немного. Вместе. Хотелось, чтобы вопрос. Когда в Российской, значит, в Российской, значит, Федерации, в нашей великой России будут хорошие трактора, тесни, значит, обрабатывающие... Я выращиваю, значит, картофель. Картофель, 200 гектаров, то есть собираем практически, ну, все, комбайны у нас германские СССР, ВИМ, значит, ну, это все стало очень дорого для нас. Вопрос такой, что именно, что покупал я рязанскую технику, СССР, он у нас не работает. Значит, с хранилища, прежде чем начать с хранилища, я уже 10 лет работаю, хранилища, значит, построены на соединении, но там не было ни проектов, значит, хотелось бы, чтобы были проекты. Потому что проекты очень дорого стоят. Вы на правду, вы не знаете, проекты очень дорого стоят. Дальше, если я найму, иди, шокру. Хотелось бы, чтобы уделить тоже внимание. Сейчас картофель нету спроса, но почему-то новые хранилища, новые хранилища, очень дорогие. Вот что-то бы, чтобы выделялось, то множество строят. Понятен вопрос, значит, если мы правильно поняли, вас интересует вопрос по технике и, что касается типовых проектов, в том числе на хранилища. Да. И на другие первые. Правильно вопрос, мы на него ответим. Пожалуйста. Президент Ассоциации терминского совета Новосибирской области, Шулликов Мираж. Идет до того, что у нас в сибирском регионе в последние годы Алтайский, Храйловская область, Новосибирская, складывались неблагоприятные погодные условия. У нас большая закредитованность, плохое финансовое состояние. Мы вынуждены были идти на перетерывание, на лангацию кредитов, мировое соглашение заключали. Мало того, что банки на 2% у нас увеличивали процентную ставку, мы лишились субсидий, субсидировали проценты ставки по кредитам. И даже в этом году получилась Новосибирская область по этому направлению вынуждена была отказаться от 650 миллионов рублей. А ведь эта доля субсидировать процент доставки, это довольно такая большая статья поддержки. Мы ее лишаемся. Мы бы хотели, чтобы вот этот вопрос просто решать. И еще ремарка. Когда антикризисный план предоставляли, расходы бюджета на госпрограмму развития АПК Российской Федерации в 2016 году сократятся на 9,3%. В то же время, поддержка малых форм в хозяйстве в текущем году сокращится на 23,3%. Когда сегодня министр докладывал, говорил, что 14 с лишним миллиардов должно быть, а она сократится до 10 миллиардов. Хотелось бы вот это вот прояснить. Спасибо большое. Я думаю, спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Все вопросы зададим, для этого собрались все вопросы, которые хотят задать. Платон, если вы зададите, мы пойдем по порядку. Слово предоставляется руководитель департамента Дмитрия Ивановича Туваракову и потом вопросы Дмитрия Ивановича. Сейчас короткая информация и будем задать вопросы. Можно присесть, а потом с вас начнем. Коллеги, я просто хочу сказать, у нас в зале присутствуют и депутаты Государственной Думы еще, и члены Совета Федерации, поэтому вы можете потом тоже задавать вопросы. Просто мы всех не стали приглашать сюда в президиум, и так у нас много здесь. Это просто к вам для информации, для сведения. Добрый день, уважаемые коллеги, фермеры. Уже 27-й раз собирается съезд. Близи микрофонов. Уже 27-й раз собирается съезд фермеров, и я бы хотел даже сделать вам некоторые замечания, потому что я на 20 съездах был и хвалился своим коллегам, в других министерствах, фермеры стали намного воспитаны, более интеллигентными, научились слушать. Но вот сегодняшнее начало, к сожалению, меня немножечко разочаровало, потому что вы все знаете программу, записанную для выступления перед вами, и информации дается, которая снимет многие ваши вопросы, и я думаю...